В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». В студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. В этом году у нас проект, тоже связанный с командой, как в прошлом году, называется «Автоволонтеры с инвалидностью». Люберецкие обладатели премии губернатора «Наша Подмосковье-2019». Кто же они? Все подробности у Анны Троян. Чтобы не забывали, люберецкие активисты предложили установить в округе обелиск труженикам тыла и детям войны. Пристегнутый ремень безопасности – еще один секрет долголетия. Люберецкая ГИБДД проверила водителей на законопослушность. Это был очень трудный чемпионат. Три рабочих дня были очень затяжными, нервными. Им по плечу авиатехника и беспилотники. Люберчане в числе первых на региональном чемпионате – молодые профессионалы. Новые виды спорта приходят в округ. На этот раз в список активностей пополнился тег регби. Ученики нескольких школ уже успели его освоить. Сейчас об этих и других новостях более подробно. Итоги прошедшей недели подведены в администрации округа. О них доложили руководители управления ведомств. Оперативная обстановка в округе, вопросы пожарной безопасности и работа системы ЖКХ стали основными темами совещания. 153 ДТП. Из них 4 с пострадавшими. Полторы тысячи обращений граждан и 39 уголовных дел, из которых 37 раскрыли по горячим следам. Такое выдалась неделя у люберецких правоохранителей. Также полицейские доложили, что в округе произошло убийство. В ходе проверки установлено, что 13.11. в 3 часа 30 минут по указанному адресу после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений знакомый Анохин, тоже житель поселка Малаховка, нанес несколько ударов твердым тупым предметом гражданину, который Анохину впоследствии нанесенный травм скончался до приеда в скорой помощи. Успели предотвратить неминуемые люберецкие огнеборцы. На минувшие семидневки им предстояло потушить три пожара. Обошлось без жертв. В сфере ЖКХ все спокойно. Программа капремонта МКД ведется по плану. На данный момент по кровле осталось четыре многоквартирных дома выполнить, по внутридомовым инженерным системам три многоквартирных дома и по фасадам три многоквартирных дома. Все работы будут закончены на этой неделе. В упорке городских и дворовых территорий задействовали почти 100 единиц спецтехники и тысячу человек. За отчетный период из Люберец вывезено 69 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Итоги прошлой недели также подвели представители МОСОБЛ ЕРЦ в городском округе Люберцы. За прошедшие 9 банковских дней средний уровень сбора по управляющим компаниям составил 40,6%. По результатам анализа вопросов, с которыми к нам обращались жители, вопросы следующие. Основные – это перерасчет и передача показаний индивидуальных приборов учета, разъяснение причин образования задолженности, получение справок об отсутствии задолженности. В завершении заседания участники встречи обсудили обращения граждан, поступившие в администрацию, а также ход работ по исполнению поручений главы городского округа. Анна Троян, Алексей Андреев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ Без смартфона, как без метлы. Теперь на рабочем месте дворникам не обойтись без мобильного телефона. С 16 ноября коммунальщики отчитываются об уборке в онлайн-приложении проверки Подмосковья. Платформа должна повысить качество содержания дворов региона. Вот я сейчас захожу в приложение, сейчас стою на территории площадки и буду снимать. Буду снимать, вас сняли и отправляю. Джахангир Суюнов – дворник со стажем. Наводит чистоту в Люберецких дворах уже 12 лет. Рабочий инвентарь не выпускает из рук с 7 утра. Грабли, совок и мусорные мешки помогают привести в порядок детские площадки, урны и тротуары. А смартфон запечатлеть результаты трудов. Джахангир управляется с камерой телефона пока не так ловко, как с метлой, но надо стараться. Фотоотчет очень ждут в Центре управления регионом и управляющей компанией. Делается фотография с чистой дворовой территории и отправляется на сервер. Привязана к геолокации, то есть мы можем понимать, где была сделана фотография. Работа в данной программе предельно простая, какого-то специального обучения проходить не нужно. Тем не менее, наедине с интерфейсом нового приложения правительство Московской области дворников не оставило. Для люберецких коммунальщиков экскурсию по вкладкам проверок Подмосковья провели на обучающем семинаре. Дали и руководство к действию. Мы делаем фотографию до уборки, в обучении уборки, после уборки. А если бы ваши жалобы жители в какой-то территории, и когда дали фотографию, видно, что территория умерла, тогда это зачет и вопрос оборудования. До сих пор претензии к качеству уборки дворов в ЦУР поступали неприлично часто. В рейтинге жалоб они вошли в топ-3. Приложение проверки Подмосковья поможет снизить число обращений и дисциплинирует дворников региона. Ежедневно от коммунальщиков ждут фотографии чистых дворовых тротуаров, проездов и детских площадок. Зимой проследят буквально за каждым взмахом лопаты. Диспетчера муниципальной ЦУР после получения информации о снегопаде доводят моментальную информацию до каждого дворника. Данное задание он должен взять в работу в течение двух часов. Также контролируем этот вопрос через наш региональный центр управления. На сегодня все муниципалитеты Подмосковья освоили программу с помощью сотрудников Министерства благоустройства. 54 из них активно используют приложение. Итоги работы дворников Подмосковья будут подводиться ежедневно. Качество содержания дворов проконтролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Владимир Ружицкий встретился с жителями самолета. Новый микрорайон продолжает активно застраиваться, но его дальнейшее развитие по-прежнему вызывает много вопросов. К дискуссии присоединился министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Какие просьбы и предложения поступили в адрес властей, расскажет наш корреспондент. Большинство вопросов коснулись строительства социальных объектов. Самая острая проблема отсутствия медучреждений будет решена в 2021 году. К этому времени в микрорайоне появится совмещенная поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 540 посещений в смену. Подрядчик у нас уже выбран. Заключаются договорные отношения. В декабре он приступит к выполнению своих работ. Также в микрорайоне «Самолет» появится станция скорой помощи на четыре машины. Ее строительство завершится в 2022 году. А на территории Люберецкой областной больницы планируют создать стационарное отделение на 600 койко-мест. «Целесообразность заключается в том, чтобы сосредоточить все технологии в одном комплексе, который имеет все возможности для того, чтобы помощь оказать многопланово, многофакторно, комплексно на современном уровне». Самолет пополнится и объектами образования. В следующем году в микрорайоне откроется третья по счету школа, рассчитанная на 1100 мест. А в 2024-м завершится строительство еще одного учебного корпуса. Он вместит 1650 школьников. «В инвесконтракте предусмотрено две школы по 825 мест каждая. Одна должна была сдаваться. С вами подписанный документ в 2021 году, вторая – в 2022. На основании чего сейчас застройщик изменил? Почему не было публичных слушаний по этому вопросу? В этом проекте не было линий электропередач. Теперь вы все прекрасно знаете, что они еще находятся здесь. И вопрос пока еще решается. Мы как застройщик приняли решение, чтобы эти школы все-таки были. Построить вал на меньшей площади объем школы такой же». В микрорайоне продолжится строительство детских садов. Два объекта готовы распахнуть свои двери после Нового года. Их открытие решит вопрос с дефицитом ясельных мест. Окончательно самолет укомплектуют детскими садами к 2024 году. «Очень много обращений по поводу того, что построенные два детских сада на территории самолета присоединены к детскому саду Бригантина, расположенному на Русино. Это сделано для того, чтобы сделать большой образовательный комплекс. За двумя корпусами на 250 мест и 120 мест все места будут закреплены, постановления на подписи за домами и улицами микрорайона «Самолет». Опорный пункт полиции, пожарное депо и офис МФЦ дополнили список необходимых микрорайону объектов. Многофункциональный центр станет доступнее жителям самолета в конце декабря. Дальнейшее развитие инфраструктуры продолжится до 2024 года. В администрации прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 10 вопросов. Главной темой стал проект муниципального бюджета на 2020 год. Доходы казны запланированы в размере 12 миллиардов 77 миллионов рублей. Все средства направят на реализацию 17 муниципальных программ. Что касается состава этих программ, я в целом скажу, что у нас все учреждения подведомственные городскому кругу Люберцы, а также все активы, которые учтены либо в казне, либо в оперативном управлении данных учреждений, обеспечены нормативным финансированием. Среди самых значимых событий, запланированных на 2020 год, благоустройство Малаховского озера, строительство двух детских садов, ремонт более 400 подъездов. Продолжится реализация программы «Городская среда». В порядок приведут 65 дворов округа. Реновация ждет парк Лапса и территорию у дома офицеров. Работы профинансирует Московская область. Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и промышленности обсудили в городском округе Люберцы. Инициатором круглого стола выступило Агентство инвестиционного развития Московской области. Все подробности у Луизы Егезарян. Люберцы – один из крупных индустриальных центров столичного региона. Сегодня в составе торгово-промышленной палаты городского округа более 80 членов. Почти половина из них – производители. Большие цифры говорят и о большом количестве вопросов и проблем, которые встречаются на пути предпринимателей. Наши специалисты могут оказать услуги, причем не только которые работают в палате, но и привлеченные специалисты. Продвижение сайта, создание сайта до любых маркетинговых услуг. Немалую поддержку промышленникам и предпринимателям оказывает и администрация округа. Из муниципального бюджета выделяют стартовые деньги для начинающих бизнесменов. Организации, которые уже твердо стоят на ногах, могут рассчитывать на помощь в модернизации производства. Организации, которые приобрели оборудование необходимое для производства, могут возместить до 50% понесенных затрат. По этому году у нас до 5 миллионов рублей. В зависимости от того, сколько заявителей, эта сумма может пропорционально длиться. За круглым столом эксперты также обсудили нововведения в законе, которые напрямую коснутся работы предприятий. Так, после Нового года все объекты малого и среднего бизнеса обязаны поставить на кадастровый учет санитарно-защитную зону. С 1 января 2020 года многие предприятия, скажем так, подпадают под определенный закон. И чтобы реализовать этот закон и действовать в правовых рамках, необходимо уже сейчас начинать готовиться. Санитарно-защитная зона – это определенная часть земельного участка, которая идет по границе основного земельного участка, на котором находятся здания, строения, сооружения, предприятия и так далее. Здесь есть несколько видов предприятий. Предприятия первого и второго класса опасности, а также предприятия третьего, четвертого и пятого класса опасности. Выполнить новое требование должны абсолютно все предприятия, независимо от класса опасности. Успеть надо до 2022 года. В противном случае будут грозить штрафные санкции. Луиза Егия, Зарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы продолжают избавлять от незаконных объектов торговли. На этот раз под принудительный снос попал павильон в поселке Октябрьский. Разместить на этом месте торговую точку администрация разрешила в 1999 году. Но на ограниченное время. Пять лет. По истечению этого срока владелец Киоска не продлил договор аренды и не зарегистрировал право на собственность. Данный объект примыкает непосредственно к федеральной трассе Новорязанский шоссе М5 Урал. Что приносит дополнительные неудобства и опасность. Собственный был за месяц предупрежден. На контакт не выходил. Арендаторы, которые здесь вели хозяйственную деятельность, уже покинули данное помещение и съехали 13 числа. В этом году в городском округе Люберцы прекратили свою деятельность 10 торговых объектов, расположенных вдоль булетных магистралей. В основном очистка от незаконных построек прошла на Егорьевском шоссе. В округе может стать больше памятных мест, связанных с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Неравнодушные жители считают, что в Люберцах не хватает памятника труженикам тыла и детям войны. С просьбой об установке обелиска они обратились в общественную палату. Памятник в Люберцах просто должен быть установлен. Это однозначно, это не обсуждаемо. Потому что мы, взрослые, должны будем что-то своим детям, внукам, правнукам, правнукам показать и рассказать, что были именно такие люди, которые жили в Люберцах. Инициативная группа пришла на заседание общественной палаты не с пустыми руками. С помощью Люберецкого скульптора Александра Рожникова удалось подготовить макет будущего памятника. Активисты даже начали копить деньги на его возведение. 200 тысяч рублей размещены на счете благотворительного фонда при администрации. В основном это пожертвования детей войны. Общественная палата предложение активистов поддержала, но призвала обратить внимание на проблемные точки в этом вопросе. Для мемориала нужно подыскать подходящее место и собрать средства. Вполне возможно, не обойдется без помощи спонсоров. По предварительной оценке стоимость памятника составит 6,5 миллионов рублей. Члены общественной палаты должны понять мою позицию. Еще раз, я за этот памятник. Давайте разбудим. Восемь ДТП с пострадавшими зафиксировано в округе за последнюю неделю. Сводка дорожных происшествий стала темой расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Наезды на пешеходов и столкновения транспорта возглавляют статистику ГИБДД. Впрочем, общая картина аварийности выглядит не так пугающе, как в прошлом году. Участники движения стали реже гибнуть и травмироваться на Люберецких дорогах. Прекрасно понимаем, расслабляться нам тоже рано. В связи с тем, что наступает достаточно сложный период временной, наступает зима через несколько дней, поэтому будет усложняться с каждым днем дорожная ситуация, и, соответственно, рост риск дорожно-транспортных происшествий будет, соответственно, расти. Члены комиссии обсудили слабые места в системе обеспечения безопасности дорожного движения. Так, представители ГИБДД обратили внимание на необходимость построить ливневую канализацию на улицах Кирова, Инициативная и Красноармейская. Другие темы обсуждения – аварийное разделительное ограждение на Егорьевском шоссе и отсутствие дорожных знаков на опасных участках. «Один щелчок спасет жизнь» на территории Московской области проходит масштабный проект. Он направлен на привлечение внимания людей к основным факторам риска в дорожном движении. В рамках социальной кампании сотрудники Люберецкой ГИБДД провели профилактический рейд. Они информировали водителей и пассажиров о важности использования ремней безопасности и детских кресел. Тем, кто пренебрегает правилами дорожного движения, грозит штраф. Нарушение правил дорожного движения, пункт правил 2.1.2, правил дорожного движения, статья 12.6, кодекса административных правонарушений, штраф в размере 1000 рублей. Перевозит ребенка без специального удерживающего устройства, статья 12.23, часть 3, пункт правил 22.9, правил дорожного движения, штраф 3000 рублей. В прошлом году сотрудники госавтоинспекции Московской области выявили более 100 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров. Большинство аварий, при которых участники дорожного движения не использовали ремень безопасности, имеют печальные последствия. Подозреваемого в совершении квартирной кражи задержали люберецкие стражи порядка. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник незаконно проник через окно в квартиру на первом этаже на улице 3-е почтовое отделение. Оттуда он похитил 18 золотых украшений. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в Москве. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли деньги и наручные часы, а также серебряную цепочку, похищенную им ранее. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 25 юных люберчан стали полноправными гражданами Российской Федерации. Они получили свои первые паспорта. Главный документ юношам и девушкам в торжественной обстановке вручил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Вы уже взрослые, достаточно люди. Получаете первый документ, который говорит, что вы граждане великой страны, граждане Российской Федерации. Это, конечно, достойно, это почетно, но это и обязанности, и обязательства перед государством. Вместе с паспортом молодым людям вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Также новоиспеченные граждане получили памятные подарки с символикой Подмосковья. Воспитанники военно-патриотического клуба «Воинская дружина» приняли присягу. Торжественную клятву дали 26 юношей и девушек, которые активно участвуют в жизни общественной организации. За особые успехи несколько ребят удостойны медалей. Служу Отечеству! Теперь Эмиль Ахмедов не просто воспитанник военно-патриотического клуба. На глазах родителей, наставников и друзей он дал торжественную клятву служить верой и правдой общественному движению. И всегда следовать девизу «Отечество, преданность, честь». Я пришел в этот клуб три года назад. И меня всему обучили в этом клубе, как маршировать, как разбирать автоматы. Я нашел в этом клубе свое призвание. Надеюсь, что моя профессия будет связана с военным делом. Торжественная церемония принятия присяги прошла впервые в истории воинской дружины. С этим знаковым событием ребят поздравили представители власти. Принимая присягу, вы берете долю ответственности за себя, за свою родину, крепкого здоровья в первую очередь, чтобы ваши цели по жизни были достигнуты вами. Добровольная общественная организация существует с 2011 года. На сегодняшний день она растит более ста юных патриотов. «Большой поток девочек у нас прошел с прошлого года. С каждым месяцем становится все больше и больше. То есть на сегодняшний день в клубе насчитывается порядка 25 девчонок». Подготовить ребенка к взрослой жизни и научить его быть ответственным. Руководство клуба ставит перед собой именно эти задачи. Стать частью общественного движения может каждый. В ряды воинской дружины берут всех, кому от 8 до 17 лет. Луизия Игязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершился шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Студенты Подмосковья показали свое мастерство по обслуживанию авиационной техники и эксплуатации беспилотников. Победители отборочного этапа получили заслуженные награды и путевку в сборную Московской области. 12 студентов со всего Подмосковья на протяжении трех дней боролись за звание лучшего. В честь Люберецкого техникума имени Гагарина отстаивали пять человек. Среди них студент первого курса Алексей Щекочихин. На отборочном этапе он показал свои навыки и умения в сборке, программировании и использовании квадрокоптеров. Это был очень трудный чемпионат. Три рабочих дня были очень затяжными, нервными, выбивали из колеи. Выкладывался на чемпионате по полной, потому что не хотел, чтобы вся подготовка прошла впустую. Подготовка впустую не прошла. Алексей занял первое место в своей компетенции. Люберецких студентов признали лучшими и в обслуживании авиационной техники. Лидером в этом направлении стал Виталий Преслонов. Все победители и призеры получили награды из рук главы городского округа Владимира Ружицкого. Я сегодня хотел бы, ребята, пожелать вам искренне и успехов, и тех, кто стал сегодня победителем в этих непростых состязаниях. Я искренне желаю, чтобы по жизни дальше были победителями. Лидеры отборочного этапа вошли в команду Московской области, которая отправится в Новокузнецк на всероссийский чемпионат WorldSkills Russia 2020. Потом победителей сформируют в национальную сборную, которая представит страну на международной арене. Спасибо за меня, мама. Эти слова стоит говорить не только в День матери, который россияне отмечают в последнее воскресенье ноября, а гораздо чаще. В канун этого по-настоящему женского праздника в Люберецком дворце культуры собрались мамы и их дети, где праздничным концертом чествовали дорогих сердцу женщин. Мама для меня это все. Это и опора, и поддержка, и таблетка с успокоением, и также веселье, и отличная компания, и, конечно же, это самый лучший друг. Мама это что-то очень нежное, любимое, ласковое. Родной человек, главный человек, любимый человек. Мама для меня в жизни очень много, если не все. Самый любимый человек. Мама – самый важный человек в жизни каждого. Праздничный концерт собрал главных виновниц торжества. Со сцены их поздравили юные таланты округа театральными постановками, танцевальными номерами и, конечно, в такой день нельзя без трогательных песен. Спасибо, мама, за свет в твоих глазах. В округе почти 3000 семей с тремя детьми и более. В них воспитываются почти 10 тысяч детей. Благодарственные письма и ценные подарки из рук главы получили многодетные мамы-люберец. Сказать от всех детей, сказать спасибо вам, дорогие наши мамы. Красивые, добрые, благодарные, потому что вы заслужили и любви, и доброго отношения. Мы стремимся на территории нашего люберецкого края делать все возможное, насколько мы можем эту жизнь хоть как-то облегчить. В нашей стране День матери отмечается с 1998 года. Прекрасный и жизнеутверждающий праздник полюбился россиянам, потому что это возможность лишний раз проявить знаки любви и внимания самым дорогим людям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Коллектив в самом расцвете сил. Уже 40 лет хореографический ансамбль «Карусель» не сходит с люберецких сцен. Он желанный гость на всех концертных площадках округа. В свой юбилей артисты «Карусели» пригласили зрителей на танец в Люберецком дворце культуры. Что не танец, то реликвия. Это хореографическая картинка «Цыплята» младший ансамбля «Карусель» всего на год. Впервые постановка увидела свет в далеком 1980-м. Первые исполнители главных ролей давно выросли. Возмужал и сам ансамбль. За 40 лет он получил звание образцового. На базе коллектива создана детская хореографическая школа. Результаты есть. И слава богу, за 40 лет коллектив не распался. Это очень важно. Многие коллективы начинают работать год-два. Ну, пять. Ну, максимум десять. А потом их нет. Татьяна Тропина – бессменный руководитель ансамбля «Карусель». Камерный коллектив из трёх артистов превратила в маленькую танцевальную империю. Сегодня в труппе ансамбля 30 человек. Число его выпускников измеряется сотнями. В день юбилея они за кулисами, в зрительном зале и на сцене. Даже ведущие концерты и работники культуры. Дарья Кирпиченкова и Григорий Негин – в прошлом артисты ансамбля «Карусель». Это определённый опыт, это закалка жизни, которая потом помогла нам стать теми, кем мы стали. Двумя словами, тремя не описать. Это потому что это большой отрезок жизненного пути. Но здесь нас многому научили. Очень много дали азов и таких, так сказать, начал нужных. Воспитание танцем – миссия, которую четыре десятилетия выполняют хореографы и руководители ансамбля. Сегодня в его репертуаре более 30 постановок. Центральное место занимают русские народные танцы. Это воспитание огромное. Воспитание музыкой, воспитание песней, воспитание костюмом. У нас прежде всего патриотическое воспитание. Это наш конёк, это наше во главе угла стоит. За 40 лет ансамбль «Карусель» добился признания. Ему покорились сцены Подмосковья, России и даже зарубежья. Награды и грамоты коллективу вручали и на юбилейном концерте. Правда, разместить трофеи пока негде. «Карусель» до сих пор мечтает обзавестись собственным зданием, где просторно будет всем воспитанникам детской хореографической школы. Новоселье стало желанием, которое коллектив загадал в день своего рождения. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Седьмая премия губернатора «Наша Подмосковья» завершилась, собрав тысячи неравнодушных людей, которые стали инициаторами и создателями социально важных для региона проектов. Эти проекты направлены не только на развитие области, но и на оказание адресной помощи людям, которые в этом нуждаются. Торжественная церемония награждения прошла в Красногорске. В этом году премии губернатора отмечены 46 люберецких проектов. Кто стал обладателем наград за добрые дела и возглавил пьедестал почета? Наш корреспондент Анна Троян в окружении победителей выяснила все подробности. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. Премия добрых дел объединяет в Сибири людей с большим сердцем. Губернаторские награды присуждают за уже реализованные проекты, которые приносят пользу окружающим. В 2019-м о своих социально значимых делах заявили свыше 22 тысяч жителей Подмосковья. 9 тысяч прошли защиту проектов. Спасибо вам большое за то, что даете такую уникальную возможность для самореализации. Поддерживаете молодежную инициативу. И спасибо вам за то, что данная премия существует. Самым юным добродетелем стала Полина Зуева из Балашии. Девушка организует конкурсы талантов. На церемонии также отметили самую старшую участницу премии. Победителя народного голосования и проект-лидер по размеру инициативной группы. А это 407 человек. Спасибо, спасибо Жури, что так высоко оценили наш проект. У нас сегодня в доме будет настоящий праздник. Мы жили этим проектом, мы жили этим конкурсом. И я сегодня просто счастлива. А все призовые деньги мы потратим на нашу детскую площадку. Будет у нас и хрюша, и степашка, и декоративный фонтан. Членам совета предстояла непростая задача – отобрать тысячу лучших проектов. В этом году их реализаторы получили по 180 тысяч рублей на развитие своих добрых начинаний. На сцене награды получили самые значимые проекты. Их разделили на четыре номинации – «Экология», «Творчество», «Волонтерство» и «Прорыв». В номинации «Прорыв» победил проект «Город А». Этот проект в первую очередь для городов Московской области, потому что это уникальная возможность рассказать о себе, уникальная возможность показать свои творческие коллективы. От Люберчан в этом году поступило 2188 инициатив. По количеству жителей, вовлеченных в проекты, а также по количеству защитившихся. Городской округ занимает лидирующие позиции. Первый раз участвовал и сразу принес победу проект Александра Кагута. Вместе с единомышленниками спортсмен организовал бесплатные занятия для детей в клубе единоборств. У нас занимаются дети с 10 до 14 лет бесплатно, более 170 детей на сегодняшний день. Ежедневно, 6 дней в неделю ведутся группы по различным единоборствам. Возможность выступать сегодня, присутствовать точнее здесь. Большая честь – это заслуга тренерского состава, нашего руководства, всех тех людей, которые с нами сопереживали и с года в год шли бок о бок. Это общая победа, это для нас много значит, значит, это нас признали, мы молодцы. Один из 46 люберецких лауреатов – обладатель многочисленных премий. Александр Чувашев развивает спорт для колясочников, возглавляет единственную в регионе баскетбольную команду, а теперь еще и помогает с транспортной доступностью людям с ограниченными возможностями по здоровью. На полученные деньги компенсирует затраченное. В этом году у нас проект, тоже связанный с командой, как в прошлом году, называется «Автоволонтеры с инвалидностью». У нас дело в том, что у команды нет финансирования пока что. Так получается, что у нас у ребят все за рулем, у всех свои машины, мы возим и сами, и себя, и друг друга, у кого нет машины, возможно, сюда ехать до тренировок. И если новые ребята появляются, они могут нам позвонить и тоже добраться до тренировки с нашей помощью. За все семь лет проведения премии в ней поучаствовали почти 295 тысяч человек, 13 тысяч проектов. Отметили денежными премиями. Каждый год неравнодушных людей, подавших свои проекты, становится все больше. Организаторы надеются, что тенденция на совершение дел, которые меняют мир к лучшему, продолжится и дальше. Клуб «Единоборств РОД» стал обладателем премии губернатора «Наша Подмосковья». При открытии спортивного центра тренеры взяли на себя социальное обязательство. Все занятия для детей проводят абсолютно бесплатно. С теми, кто дает подрастающему поколению больше, чем просто, физподготовку пообщалась Анна Троян. Ко мне иногда пристают ребята, которые вообще ничего не занимаются, просто так на меня напрыгивают и все. Ну там, ну, ребят по пять. Я просто, ну, отталкиваю их легонько. Проблему кулаками не решить. Эту простую истину прививают всем воспитанникам клуба «РОД». Крепнет физически и духовно Никита Шабловский с самого раннего детства. Спорт дисциплинировал мальчика. Помог обрести силу воли и цель в жизни – стать чемпионом. За руку тяни его. Вот здесь тоже тяни. Стол. И если Никита только начал завоевывать свои первые награды, то его тренер Павел Исаев в бразильском джиу-джитсу как рыба в воде. Сам в спорте со школы начал с рукопашного боя. После завоеванных наград на международной арене не остановился на достигнутом. Начал передавать свои знания ученикам. Мне нравится учить людей. Очень рад, когда выступают ученики на соревнованиях и у них что-то получается. Маленькие спортсмены учатся выигрывать, учатся проигрывать. Мне кажется, это хороший такой психологический момент. Качество лидера развивается в спорте. Для взрослых это держать себя в форме. Это не скучный фитнес. Опытные сенсии для юных спортсменов становятся наставниками на добровольной основе. Тренировки в клубе род для детей от 8 до 14 лет идут ежедневно и они абсолютно бесплатны. Благодаря объединенным усилиям межрегиональной организации опора, люберецкой власти и спортсменам, бразильским джиу-джитсу и восточным единоборством муай-тай теперь занимаются почти 200 ребят. Спорт их дисциплинирует. Они становятся, так скажем, меньше болтаться по улице, больше стремятся попасть в зал. Формируются здесь коллективы и друзей приобретают и так далее. То есть такой некий уже социум появляется детский, в котором они взращиваются. Им гораздо здесь интереснее даже проводить время, нежели дома перед экраном телевизора. В 2019 году клуб смешанных единоборств впервые заявил о своей социальной инициативе на премии губернатора «Наша Подмосковья». И доброе начало сразу оценили по достоинству. Проект победил. На полученные 180 тысяч тренеры дооснастят помещение зала и оборудуют летнюю площадку для кроссфита. Возможность выступать сегодня, присутствовать точнее здесь. Большая честь. Это заслуга тренерского состава, нашего руководства, всех тех людей, которые с нами сопереживали и с года в год шли бок о бок. Это общая победа. Это для нас много значит. Значит, это нас признали. Мы молодцы. Клуб «Рот» имеет богатую историю. Попечитель центра. Русский витязь Александр Поветкин. Спортсмены уверяют, научиться побеждать себя можно начать в любом возрасте. Три сотни взрослых воспитанников, от любителей до профессионалов, занимаются здесь смешанными единоборствами. Кикбоксингом, боксом, гремплингом, муай-тай и бразильским джиу-джитсу. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. От классического бокса до экзотического и айдо. Не пересекая границ округа, люберчане могут освоить около десятка видов единоборств. Ринг соседствует с татами в клубе «Еркаев». Под опеку начинающих спортсменов здесь берут ведущие мастера боевых искусств. На матах клуба отрабатывают броски юные дзюдоисты. Японское боевое искусство в округе на слуху, так что в этой секции аншлаг. А вот экзотическое киндо пока в поисках последователей. Мастерство фехтования на бамбоковых мячах в Люберецком бойцовском клубе учит вице-президент Российской Федерации киндо Александр Чевгун. Этот вид спорта подходит от детей с 7 лет до пенсионеров, которым 80. Ты становишься стройным, у тебя очень хорошо работает сердце, хорошо прокачана диафрагма, и все органы работают очень хорошо. И у вас появляется чувство дистанции. Показательные выступления мастеров боевых искусств стали частью учебного семинара, который объединил в Люберцах представители разных регионов страны. За движениями единоборцев наблюдал президент Всемирной организации джиу-джитсу Джакома Спартака Бертолетти. Уже много лет он наставник люберецких спортсменов. Ежегодно навещает борцов, чтобы обучить новым техникам и напомнить о философии боевых искусств. Мы учим культуре. Не просто упражнениям, а культуре. Это самое важное. Культура – это часть нашей жизни. Вместе с иностранным гостем заточенными движениями мастеров боевых искусств наблюдали начинающие спортсмены. Пожалуй, они стали главными участниками семинара. Клуб единоборств преследует миссию вырастить новое поколение чемпионов из юных люберчан. Для этого и повышает уровень мастерства своих тренеров. Главная цель – для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных видах единоборств, выбрать те, которые им подходят по характеру, по физической форме, и достичь совершенства в том виде, в котором они хотели бы. Сегодня свой путь в мире боевых искусств ищут чуть более 10 юных спортсменов. По всеобщим надеждам, число воспитанников клуба единоборств скоро умножится. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. 90-летие Московской области отметили футболом. На стадионе «Торпеда» прошел турнир среди юных спортсменов. На поле встретились игроки 2008 и 2009 годов рождения. Всего же в турнире приняли участие 8 команд из Москвы, Жуковского, Раменского и городского округа Люберцын. Две группы, в каждой по четыре команды. Играют они по круговой системе в каждой из каждого. И затем будут стыковые матчи за призовые места и также за 7-8, 5-6 места. Победителем турнира стала команда «Авангард» Раменского района. Второе место завоевал московский футбольный клуб «Родина». А вот бронза досталась спортсменам из Жуковского. Люберцы подтверждают свой статус в территории спорта. Все больше видов командных состязаний становится доступно для жителей округа. Последняя физкульт-новинка – тег-регби. Недавно игра появилась в расписании нескольких учебных заведений. Их команды встретились на площадке 28-й школы, чтобы проверить, кто лучше владеет мячом. Дарья Борисова знает ответ. Тег-регби – только девушки. Воспитанницы 53-й, 28-й и 20-й школ – первооткрыватели английского вида спорта в Люберцах. Полина Шапорова давно увлекается командными играми. Не смогла пропустить и физкульт-новинку в школьном расписании. Я играла в москетбол, футбол, а тут регби, и мне понравился этот вид спорта. Нужно думать, заранее продумать шаги, чтобы потом можно было обвести других защитников, игроков. Тег-регби – младший брат большого регби. Игра такая же напористая, но менее травматичная. В самый раз для начинающих спортсменов. Главный после мяча – аксессуар, пояс с лентами. Чтобы на время вывести противника из игры, достаточно сорвать одну из них. Тег – это игра без контакта. То есть это вводится в школы для популяризации, для развития регби. И дабы можно было играть в зале, вводятся вот эти ленточки, так называемые теги. Это имитация захвата. Лучше, чем в тег-регби, Денис Фешин разбирается в большом регби. Уже год он развивает этот вид спорта в Люберцах. На базе детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва собрал команду юниоров. Стать ее частью смогут и лучшие игроки окружных соревнований по тег-регби. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok